Привет, любимые мои! Хочу поговорить о еще одном мифе про МЖМ, очень распространенном среди людей, которые не в теме, которые не сталкивались с реальными свингерами, практикующими МЖМ. И звучит он так, я сейчас зачитаю комментарий, но прежде чем я начну, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка под видео в описании и в подсказках. Как правило, если мужчина приглашает другого мужчину в МЖМ, то он не очень силен в сексе, слабая эрекция, скорострел. Жену терять не хочет, но есть желание доставить ей удовольствие. Вот и привлекает другого мужчину. Боже, это настолько неправда. Ну, может быть, где-то существует. Знаете, вот как в мире, в принципе, мир настолько разнообразен, что в нем есть все, что угодно. И вот такой вариант, как здесь в этом комментарии прозвучал, он, конечно же, теоретически может быть. Вот где-то такие пары, ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, в принципе, в процентном соотношении от всего свинг-сообщества, они, может быть, и есть. Но кто в теме, подтвердят. Пожалуйста, пишите в комментариях, подтвердите, что большинство мужчин, практикующих МЖМ, это либо достаточно брутальные мужчины с очень сильной сексуальностью, с ярко выраженной такой мужественностью и брутальностью, либо это пусть и не так хорошо, ну, не так брутально выглядящие, да, но очень хорошо стоящие на ногах, хорошо зарабатывающие мужчины, на руководящих должностях, при очень таких неплохих деньгах. Вот этот тип мужчин чаще всего и идет в МЖМ. Это очень уверенные в себе мужчины, с очень высокой потенцией, с очень хорошей эрекцией. И мужчины очень уверенные в себе, то есть такие, знаете, самцы-самцы. Это люди, которые не боятся конкуренции, а наоборот, их заводит конкуренция. То есть кто идет в МЖМ? В МЖМ идут люди, которые способны получать выгоду от конкуренции, которые научились в течение жизни возбуждаться от конкуренции. Благодаря этим качествам они хорошо зарабатывают, благодаря этим качествам они на руководящих должностях. И одновременно с этим эти же качества толкают их в сексе искать конкуренцию с другими мужчинами. Как правило, женщины не очень склонны им изменять, потому что выгодный мужик, за него держатся. Поэтому он всячески эту женщину ставит в ситуацию, когда он вынужден конкурировать. И конкурируя, он возбуждается. Понимаете? Мужчина, не уверенный в себе, он не пойдет в МЖМ. Вот тот типаж, который вы описали. Слабая эрекция и скорострел. Ну, он, может быть, согласится на открытые отношения, на секс-вайф, на куколд. То есть это варианты, когда он живет с женой, а она ходит гулять отдельно. Присылает ему видео, фотографии, рассказывает о своих приключениях. И он это все слушает, наслаждается, возбуждается, кайфует. Ну, и хотя бы так получает какую-то эмоциональную, энергетическую, сексуальную зарядку. Так как у него не хватает своей собственной сексуальности. Но вступить вот в такую прямую конкуренцию за женщину в половом акте, он не может. Ну, что он там делать будет? Он там будет чувствовать себя лишним. И это дополнительная нагрузка на его самооценку. То, что вы видите в порнофильмах, вот эти ролики про куколд-отношения, когда куколд сидит рядом на диване и смотрит, как его подругу имеют, они в реальной практике, ну, на самом деле, очень редко происходят. Чаще всего куколдам нравится отправить свою девушку куда-то, а самому сидеть дома или на работе и получать от нее обратную связь. В реальной жизни очень редко так происходит, что вот он сидит и наблюдает. Ему нравится фантазировать и чувствовать как бы вот на расстоянии вот это все. Потому что фантазия, она всегда богаче, она рисует вот это предвкушение, вот этот адреналин, страх от того, что неизвестность, а вернется она или не вернется. А вдруг она будет прямо сейчас, там вылюбится и останется, и никогда не вернется. То есть это такая тонкая игра, которая, ну, не происходит, если вы прямо втроем в одной комнате. То есть когда вы находитесь втроем в одной комнате, это уже совершенно другой расклад. Поэтому мужчине, у которого что-то плохо с потенцией или с эрекцией, или он скорострел, ну, прям, ну, вообще незачем. Вот он будет просто тупо третьим лишним в этом МЖМ. Вы, наверное, даже не представляете себе, как происходит большинство МЖМ. Это такая буря, буря, буря страсти и накачки эмоциями. Это два самца разрывают женщину. Это почувствовать, как тебя хотят два самца. Да, и там мужчина скорострел или со слабой эрекцией, он просто не вписывается в эту картинку вообще никак. Грубо говоря, даже женщина на это, ну, она не пойдет. Ну, даже если предположить. Ну, и мужчины, они что же не такие идиоты? Вот он никакой в сексе, но он еще приглашает мужика, чтобы они вдвоем что-то с его женой делали. Нафиг оно ему надо. Ну, максимум, в какой вариации это может быть, это если он куколд. Если он куколд, и вот только там в качестве лизуна какого-то исполняет какую-то униженную роль. Но это уже немножко другая тема. Не каждый мужчина, у которого проблема с эрекцией или с преждевременной эякуляцией, пойдет в куколды. Не каждый. И плюс, когда куколд прислуживает в сексе мужчин и женщины, это уже не совсем МЖМ, понимаете? Ну, то есть это уже чуть-чуть другая игра. А когда речь идет именно о полноценном МЖМ, то поверьте, там, во-первых, что муж обычно такой самец-самец. Вот подтвердите мне, пожалуйста. Потому что даже в моем телеграм-канале, когда заходит об этом речь, вот всегда подписчики, свингеры, которые реально свингуют, они подтверждают эту информацию, что да, действительно, придите на любую свинг-вечеринку, и вы посмотрите на этих мужчин, которые участвуют в МЖМ со своими женами. Там такие самцы, что подойти страшно. Либо это будет, пусть он будет не огромный какой-то там красавчик такой накачанный, но все равно это будет такой уверенный в себе руководила, такой прям водила, водила, руководила, который сразу всем расскажет. Стоять боятся. Даже если он будет 3 метра ростом, все равно все вокруг вот так вот будут на него смотреть. Вот такие вот мужчины идут в МЖМ. Поэтому это такое еще вообще очень, очень смешной миф. Да, очень смешной миф. Вот подтвердите, пожалуйста, реальные свингеры. Я жду вас в комментариях. Не забывайте переходить в мой телеграм-канал, также там общаться, там комментировать. Я всех очень люблю. Целую. Пока-пока.